Это вполне подходит для оборонительного вооружения бомбардировщиков. Можно поступить хитрее, совместить два ствола, но при этом они будут иметь единую автоматику. Результат – существенный выигрыш в весе. Двуствольными пушками оснащают истребители и боевые вертолеты. Еще один вариант повышения скорострельности – применение орудий револьвера. Василий Грязев и Аркадий Шипунов в 1958 году создали первый удачный образец подобного оружия – двуствольную 23-мм пушку ГШ-23. С темпом стрельбы более 3000 выстрелов в минуту. «22» – эти слова произносятся за секунду. И за это же время пушка ГШ-23 выпускает более 50 снарядов. Именно так Аркадий Шипунов и Василий Грязев понимали скорострельность. Нарушив все каноны, по которым увеличить скорость стрельбы можно не более чем на четверть, друзья превысили ее в два, а затем и в три раза. Такого не смог сделать ни один конструктор в мире. Двуствольная ГШ-23 и более мощная 30-мм ГШ-30 стали основой пушечного вооружения советской авиации. И сегодня ими оснащаются модификации вертолетов Ми-24, штурмовики Су-25 и другие боевые машины. Колоссальная огневая мощь не оставляет противнику шансов... ... ... ... ... Отпустит поближе. Позвольте. Продолжение следует. Продолжение следует.